Мы поднимаем друг друга, даже молча, только так И по-другому быть не может А что, никто меня не смотрит, что ли? Друзья, всем привет! Вышла маленько поболтать Вышла маленько поболтать Пока еду до одного места Я после косметолога сделала себе скулы и носослезку И еще сейчас, возвращаясь к косметологу, еще кое-что нужно сделать Это вообще первые мои манипуляции, так скажем, с моим лицом Но чувствую, что пора уже Не знаю, что из скул, мне кажется, очень прикольно будет, что немножко выделятся они За счет этого на щеке станут чуть-чуть хуже Маленечко такое красненькое, видите, от уколов Штучки Вот, поход к косметологу 40 тысяч рублей Просто сразу же, минус 40 тысяч рублей А вот вы говорите, куда тратить деньги Есть куда тратить деньги Очень много денег Так что вот так вот Губки мне маленько размяли Юведерман, оказывается, встает аж до двух недель Поэтому есть еще небольшая отечность Скоро все пройдет Будет очень круто Вот Больно что? Ставить носослезку и скулы вообще не больно Ну, я не знаю, у меня просто низкий болевой порог И поэтому, короче, мне вообще не было больно Она сама удивлялась и постоянно меня спрашивала Тебе больно, тебе больно Я говорю, мне вообще не больно Я практически даже не чувствовала вообще ничего Отек с губ еще не спал до конца Точнее, отек практически ушел Но препарат сам не до конца встал То есть, мы сейчас размяли, но губы еще болят на самом деле Видите? Ну, у меня просто не знаю, короче Сказали, что встанет препарат и будет все прекрасно Я сама чувствую еще отек Поэтому Все будет прикольно Вот Глаза вообще не больно делать Носослезка, кстати, очень крутая штука Прям глаза, знаете, такие как будто бы не уставшие стали Были и маленечко уставшие Но мы сделали фотки до-после Думаю, косметолог Это Миша Марвин Называется песня с ней Видите? Маленько подопухшая губа Но здесь больше маленько филера было И она самая такая Как бы Ну, прям я здесь чувствую боль Здесь тоже размяли губки Короче, все будет круто Вообще не страшно Абсолютно не страшно В губы мне делали ювидерм Какой точно, не могу сказать Вообще не знаю, честно Мы еще же в прошлый раз сделали лоб У меня были морщины здесь Мне сделали лоб То есть остались брови абсолютно подвижны То есть мимика осталась А из-за ломов этих нет Очень круто Мне капец, как это нравилось Но лоб реально нужно было уже делать Потому что я как маленький шарпей была Так что Знаете, я всегда Мне всегда мама говорила Ой, типа чем позже начнешь колоть Типа тем лучше Но я вам скажу одно Что старость Нужно предотвращать А не избавляться от нее Когда ты уже обвис весь Потом уже невозможно практически ничего сделать Вот Сейчас просто поддерживайте всегда свою красоту Правда Тем более век такой Что, блин, реально все доступно Косметологии Абсолютно доступно Каждой я считаю Девушке даже Понемножку что-то Каждый месяц можно делать Поэтому Но так как я начала Мне надо сразу много всего Вот Короче, один походик Вышел мне в 40 тысяч рублей Это без губ С губами, да С губами где-то Ну, короче, почти 60 косарей я отдала Так что Вот Красота Требует жертв Единственное, что Я бы поколола липолитики себе Чтобы Разрушал мой жир Но Я знаю Что липолитики Больно колоть Вот Я себя настроила И говорю себе Типа, что Больно Больно липолитики И не могу на это Что, больно ли политики колоть Я не могу на них решиться Вообще Вот Такие дела Что там спрашиваете У меня Ну, это нереально Когда они Свои губы Нос Сиски Волосы А почему нереально Я считаю, что Если реально Все эстетично Сделано То Вообще Круто Почему бы Например, если у кого-то Огромный нос То Я считаю, что Если ему некомфортно В своем теле То Ну Со своим носом На лице То его нужно Сделать Если реально От природы Дали Дал бог тебе Губы Резинки Тонкие То я считаю Что если Ну, их реально Нужно сделать Потому что Пухлые губы Это реально Красиво Резинки Губы Это вообще Некрасиво Ну, поэтому Тут как бы Знаете Спорный вопрос Есть, конечно Девчонки Которые Откровенно Борщат Со своей Внешностью И Ну Действительно Есть Прям Очень Сильно Муклы Но Как говорится Каждому Своем И Эта Красота Тоже Имеет Место Быть Есть Такие Муклы Которые Есть Такие Муклы Которые Знаете Прям Ну, короче Очень Как муклы Выглядят Но Тем не менее У них Охренительное Количество Поклонников Они Там Живут Радуются И Все У них Вообще В порядке Вот Дядька Перепарковался Какой Молодец Я Хочу Приобрести Драйм Я могу Доставить Пиши мне В директ Я тебе Все Сделаю Очень Больно Мне Не Помогут Это Вы Про Липолитики Ну Слушайте Я думаю Что Если Липолитики Делать Вместе Со Спортом То Да Все Кайф Блин Отекше Видно Еще Я Как будто Был Так У У У У Вот Такая Вот Игла Была Мне Туда Кололи Все Понятное Дело Что Будет Внешний Вид Тут Маленечко Тут Маленький Синячок Как будто Будет Что Будет Внешний Вид Не Такой Свежий Как Хочется Тату Тату Мастер А я Хочу Татуировку Взаимовыгодное Да Предложение Здорово Да Я знаю Что ты знаешь Где я еду Мы с тобой Уже Сегодня Здесь Виделись Как Оказалось Вот Вот Но Все 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 Ребята Я Считаю Что Если Женщина Ходит К косметологу Следит За собой Делает Разные Процедуры Делает Уходы Разные И Нет Не надо Открыть Ворота Я Поставила Припарковалась Нормально На том же месте На котором Стояла Дядька На ладе Подвинулся Молодец Вообще И оставил Мне место Я прям Вообще Ему горжусь Ему горжусь Так вот Девчонки Короче Если поставить Ухоженную Вот такую Женщину Которая Постоянно Говорит Вот ты Типа Там Блять Колешь Себя Все Вообще Некрасиво Там И так далее Нужно Быть Естественной И поставить Обычную Женщину Такого Женщину Которая Ничего С собой Не делает То это Будет Две Разные Женщины И Знаете Что Все Таки Внимание Будут Больше Обращать На ту Которая Следит За Собой Я Считаю Что Это Эстетика Типа Там Как Косметология Там Брить Ноги Ну Или Не знаю Выходить На эпиляцию Там Шугаринг Там Ну И Вот Такие Прочие Штуки Но Нужно Ли Колоть Себя Почему Не Нужно Если Вот После 25 Лет Я Считаю Что Девушкам Уже Нужно Задуматься Чтобы Предотвращать Свою Старость Вот Абсолютно Серьезно Говорю Потому Что Куда Хожу Косметологу Сейчас Будет Реклама Да Такая Подумаете Нет На самом деле Хожу Малыгина 90 Есть Косметология Она Подписана В инстаграме Косметолог 72 Зовут Ее Оксана Вот Академия По-моему Красоты Что ли Называется Этот Студия У них Не могу Ну Короче Точно Не могу Сказать Вот У них Какая-то Акция Идет Скулы И подбородок Но Подбородок Я Ну Как бы Не делаю У меня Овал лица Такой Что Мне Подбородок Не нужен Поэтому Девчонки Если Реально У кого-то Узенькое Тоненькое Личко И Вы Хотите Сделать Короче Подбородок Сделать У них Там Какая-то Акция Вроде Бы Прикольная Как К нему Относишься Фейсбилдинг А я Вообще Даже Не знаю Что Это Такое Если Честно Что Такое Фейсбилдинг Я Без Понятия Правда Я Еще Сейчас Девятого Числа Пойду На Чистку Лица И Еще Какую-то Штуку Мне Будут Делать Прикольную Вот А ты Не можешь Здесь Ворота Открывать И Закрывать Да Правильно Я Тебе Понимаю Яна Что Я Могу Сюда Приезжать И Не Искать Парковку И Ты Мне Будешь Помогать Как Круто Я Поняла Что Это Типа Я Поняла Да Типа Гимнастика Лица На Сам Дели Я Могу Сказать Что Гимнастика Лица Это Очень Круто Но Это Точно Не Для Ленивых Людей По Одной Простой Причине Вот Я Например Короче Мне Лень Даже Если Я Буду Сидеть Дома И Ни Хера Не Делать Я Все Равно Не Буду Делать Гимнастику Я Короче Несколько Дней Поделала Реально Очень Крутая Штука И Ты Видишь Как Твои Мышцы На Лице Очень Ну Короче По Другому Работают Вообще И Да Я Знаю Нет Сейчас Нормально Припарковалась Не Буду Заезжать Все Норм Потому Что Короче Это Есть Пока Место Если Не Будет Открыто То Я Тебе Напишу Поэтому Короче Мне Реально Проще Пойти Уколоть А В Лоб Мне Делали Ботокс Да В Лоб Уже Ботокс Потому Что Ну Морщинки Такие Серьезные Были То Ну Там Не Знаете Не Писюльки Вот Такие Вот Маленькие А Вот Такие Уже Мамродная Была Вот Анестезия Начала Проходить С лица Я Хоть Щеки Свои Стала Чувствовать Вот Видите Маленько Здесь Подопухло Но Здесь Реально Реально Опухшее Потому Что Чувствую Отек Мне Еще Разминали И Скоро Будет Вообще Прикольно Ну На самом Деле Я вам Честно Скажу Губы Мне Капец Как Нравятся Очень Круто Сделали Потому Что Мне Делали Не Какой Типа 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 Увеличение Короче Типа Контурную Какую Пластику Не Изменяли Мою Форму Губ Поставили Все То же Самое Но Мне Очень Сильно Понравилось Правда Губы Прям Кайф Сделали Вот Ну Че Еще Вам Рассказать Вроде Бо Все Что Я Делаю Но Скоро Еще Пойду На Брови Обратно Нужно Сделать Коррекцию И Потом Наверное Не Видела Даже Людей Которые Хотя Бы Ну Хотя Бы Что Похожее Делают Лиза Очень Кайфная Девчонка И У Нее Офигенные Работы Это Реально Не Реклама Потому Что Я Раньше Летала На Брови В Питер Или В Якутск И Рекламировала Этих Мастеров Реально Блин Вот Я Летала В Питер На Губы На Брови На Татуаж Или В Якутск Рекомендовала Там Мастеров Потому Что Реально Очень Много Вопросов А Сейчас В Тюмени Есть Девочка Которая Делает Охренительно Вообще